Фрегат «Паллада» прибыл в родной порт после кругосветной экспедиции в честь двухсотлетия открытия Антарктики и 75-летия победы в Великой Отечественной войне, а также регаты больших парусников в Атлантическом океане. Вместе с «Палладой» в город пришел и редкий гость – самое большое учебное парусное судно в мире – калининградский барк «Седов». Данное учебное судно – уникальное судно, поскольку ему на данный момент уже 99 лет, и в следующем году оно будет отмечать свое столетие. Подобных судов, вы знаете, фактически более не существует. Это «Седов» и «Крузенштерн». И судно находится в хорошем техническом состоянии. Оно постоянно требует все внимания со стороны экипажа и судовых специалистов, равно как и ремонта на берегу. Но судно действительно уникальное и должно жить и ходить под парусами в дальнейшем. «Паллада» вышла из родного порта 1 ноября 2019 года. За это время учебное парусное судно «Дальрыпфтуза» дважды пересекло экватор, впервые в своей истории обогнуло мыс Горн в штиль и боролось с сильными штормами в Атлантическом океане. Владивостокское судно провело в море 217 дней, прошло 26 тысяч миль и посетило 6 портов. Главная суть, что в год 200-летия открытия Антарктиды русской экспедиции под командованием Фадея Фадеевича Белинсгаузена и Михаила Петровича Лазарева напомнить мировому сообществу, морскому в первую очередь, да и политическому тоже, что шестой континент, последний континент на Земле, открыли русские моряки. И открыли самое главное в то время, когда господствовало твердое убеждение, что даже если есть континент еще один, то открыть его просто невозможно. Про русских говорили всегда, что русским лучше всего удается, невозможно. Красавицу Палладу встречали в порту Владивосток торжественно. Еще на входе в бухту ее от причала радостными гудками приветствовала Надежда. Паллада отвечала тем же. Им вторили суда, стоящие у пирса в золотом роге. Уже на суше курсанты делились своими впечатлениями. Самый незабываемый момент, я считаю, это была регата после Ушуаи, потому что мы встретились с Седовым и с Крузенштерном, и у нас была 200-мильная гонка, был ожесточайший шторм, мы боролись со стихией. Это было очень интересно, нас штормило, так получилось, совпало, что по погоде получилась такая настоящая морская погода, все качало, был максимальный крен на 47 градусов по борту, в отрывейсе заливалась вода, но мы держались, все застраховочные леера, страховками. В общем, было интересно. Поднимали косы и паруса прямые, шли под практически всем парусным вооружением. Я сомневался, ну, хочу ли я ходить в море. Ну, как бы я хотел ходить в море, но я как бы колеблился, хочу либо не хочу. Вот после этого рейса я уже убедился, что я буду ходить в море. Не до конца жизни, но ближайшие лет 20-30 точно. Для паллады кругосветное путешествие завершено, а вот для гостя Владивостока барка Седов еще нет. Для калининградского барка это первый этап экспедиции, который проходит накануне 100-летнего юбилея судна. Далее Седову предстоит вернуться в родной порт. 27-го мы стартуем из Владивостока. 15 июля мы должны быть в Петропавловске-Камчатском. И дальше через Тихий океан в сторону Панамского канала. Затем через Карибское море, в сторону Азорских островов. И далее в пролив Ла-Манш, Северное море, Балтийское море, Калининград. Седов и Паллада после регаты в Атлантике встретились в Малакском проливе у Сингапура. И путь до Владивостока прошли практически рядом. Впервые в кругосветке участвовали три парусника – фрегат Паллада, Барки Седов и Крузенштерн. Они встретились в южной части Атлантики, в точке максимально приближенной к Антарктиде. Всего за время плавания они посетили более 40 портов Северной и Южной Америки, Африки, Азии, Европы и Океании. Суммарно парусники преодолели около 100 тысяч морских миль. Дмитрий Беломеснов, Евгений Апарин. Новости на восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова